так ребята большое спасибо что вы пришли вот понедельник день тяжелый первая пара 8 утра вот вас прилично молодцы очень приятно значит сегодня у нас уже принципе лекции прошло достаточное количество их я посмотрел уже хватает для того чтобы я вам рассказал все ответы на модуль который модуль нужно написать значит модуль можно писать значит сейчас там это так экран включить сейчас так 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 да весь экран третий курс так третий курс и там у нас было это не третий курс и расписание вот и тут было календарь вот значит первый модуль у нас седьмого ночи на можно начать седьмая неделя считается до с 10 октября а у нас 3 то есть еще вся неделя впереди то есть спокойно я вам сегодня рассказа вы можете следующей неделе уже писать и постегивать в муду муду я уже там сделал эту вот эта разделка откуда можно сбрасывать подключать ваши значит эти ответы на моду вот значит там я здесь сделал ребята материалы курса вот видите в нашу группу если умею зайти материалы курса то там есть модули rgr лекции лабораторная там все на свете заходите модуль 1 там 44 варианта выбираете каждый вариант там папа последнему номеру своему мобильного телефона вот почему я это требует потому что если не требовались а вдруг выясняется что там половина группы или половины всех групп или три четверти пишут только первый вариант понимать вот поэтому по последнему номеру значит я потом там напишу такое примерно ну в общем там первый вариант понимаете с нулевого со львого числа по 2 там 3 4 номер это второй вариант ну это 10 на 4 не делится поэтому что-то будет больше немножко что-то будет меньше вот значит это я закрываю это можно оставить вот и тут открыла по вот вариант 1 как раз мы с него начнем значит смотрите вы находите свой вариант по номеру телефона разбивка номера телефонов я потом там подключил значит в этом как его телеграме вот скачивать этот вордовский файл себе и прямо вот в этих строчки где здесь пустые пишите вот так вот можете лучше вручную не писать можете конечно вручную сфотографировать и прислать подключить это фотографии к моду уже все-таки полегче мне уже но понимаете я уже писать разучился потому что на компьютере все время печать ну и и вас постигает та же учить поэтому иногда очень-очень тяжело расшифровать что написано вручную и я этого даже внутри поэтому вот вот там набираете прямо вот так как вы видите ответы сейчас про все это расскажу в ордовском виде не знаю там как-то можете выделить это наклонные буквами как хотите в принципе там можно но и так будет понятно и всего этот файл за записанными вашими ответами присылаете на нуду 10 вопросов за модуль 20 баллов значит по 2 балла каждый вопрос вопрос отвечен полностью 2 балла вопрос отвечен частично 1 балл вопрос нет вечно 0 баллов вот и все значит в принципе когда модули проверяю я на я пишу там комментарии что не отвечено и как бы что должно быть вот то есть обычно вопросы не возникают ну мало ли что я живой человек могу ошибиться поэтому там пишите мне свои замечания и все такое там разберемся и вдруг оценку можно повысить поднять не вопрос ну давайте мы посмотрим что здесь у нас есть значит теоретические вопросы по лекции ну вот на ки 4 условные области применения можно разбить иска из ну вот я там самом начале говорил вот как и чего значит смотрите все на все ответы на все эти вопросы есть значит вот в этой лекции я сейчас эту лекцию вам туда скину прямо вот вариант один так вот это вот что материалы курса значит можно прямо в лекции лабораторные и туда прямо и и и сброшу я это дело так вот у нас третий курс и вот она лекция 1 5 один большой такой и вот она кажется воздействуешь вы можете всегда эту презентацию посмотреть значит вы берете эту презентацию берете в самом начале там все эти организационные вопросы пропускаете так 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 история с кс там все эти прогрессы и прочие глупости ну вот и тут должно быть вот они эти приложения так виды с кс компьютерной руки что это это значит позже потом получается это общее понимание вот основные разделы с кс видите вот они здесь есть и добавлено в конце еще у нас вот еще дополнительные дескс вот видите тут это соответствующие можно добавить видно вам мой кран ребята наверно давид так значит давайте я начну значит и так значит четыре области значит я вам рассказывал что у нас искать условно можно разделить по размеру на три области первая область это какая самая маленькая кто помнит ребята коробочки самые маленькие которые очки самые маленькие коробочки контроллеры которые собирают информацию с внешнего мира как это все и отправляют куда и как эта система все называется умный дом умный дом да какие там контроллера вот как это вся систем контроллеров которые вот все вещи наши мониторит но интернет вещей да это интернет вещи самый маленький потом чуть побольше который уже там может перемещаться как его можно уже назвать условно этот раздел специализированных компьютерных систем которые не имеет встроенной операционной системы как windows чем там фирма как она там называется господи которые там этих собачек делают железно робототехниками робототехника да значит чуть больше по размеру и самые большие контроллеры что как это можно условно назвать это где они применяются который управлять самим большими объектами производства производства да правильно нас автоматизированной системы управления то есть это вот 33 области применения самые большие такие вот ратри раздела вот и есть еще такие специфические медицины например да есть такое там кт компьютерная томография значит это томограф как он там еще резонансные мрт магнита резонансы томограф что у нас тем еще виртуальная реальность и дополненной реальность достаточно вот принципе здесь можно посмотреть там вот она здесь видите перечислено виды с кс интернет вещей тактильный интернет встраиваемой системы это общее положение медицины протезирования органов вот эти вид можете эти эти виды с кс написать вот дальше виртуальная реальность и конечно дальше есть еще дальше идет смотрите вот и вот и поехали еще они состоят вот здесь эти нюансы поет и дальше основные видите раздел и вот и робототехника промышленных контроллеров или осу вот робототехника вот промышленные контроллеры вот она все это гигантские такие станки ну и здесь вот еще было понимаете дайте раздел так расскажите как менялась элементная база логике компьютерных систем нужно вспомнить на какой логике все наши компьютерные системы на какой логике они базируются-то помню или не и или нет вот и как менялась элементная база то есть как реализовывались эти значит и или нет в компьютерных системах значит здесь вот видите вот она эта вся схема вот видите алгебра более или нет и поехали тартар ттт сейчас подождите так это ну кто помнит как она менялись какие были самые самые первые компьютерной системы на чем на каком на чем они были основаны на каком принципе это был не компьютерных также потом другие но ну эти элементы и или нет к самые грубые самые примитивные на чем делались еще в 50-60 годы прошлого века почему не собирались извините вас должно быть слышно да 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 спасибо так ребята спасибо большое вот это я тут говорю и забыл вот скажите пожалуйста чит мы самые 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 или нет алгебра гуля и самые древние детали скажем так элементная база какая была для таких специализированных компьютерных систем ну в общем общее всех компьютерных систем помните к из чего собиралась из транзисторов а до транзисторов что было вот смотрели релье потом были лампы потом были транзисторы потом были микросхемы и т т т т т понимаете да раз и где трещь об элементной базе не нужно рассказывать процессоры все что вышли там же также элементная база какая элементная база у процессоров плис и всех контроллеров кто кто может не сказать то есть элементная база это физические физический состав на чем реализованы эти или нет ведь реализована сначала на реле потом на лампах потом на транзисторах если сейчас какая-то новая база нет все остальные процессоры intel и прочие плис они это все ребята транзисторы да очень миниатюрный но транзисторы а вот если допустим мы перейдем когда-то на фотонные какие-то вещи то это уже другая компонентная база чувствуете да там всякие фотонные клапаны оптические прочее там это другая база туда напишите что еще и вот такая хорошо поехали дальше чем как микроконтроллер отличается от микропроцессора кто помнит но то что периферия микроконтроллера внутри напишите значит микроконтроллер это микропроцессор с внутренней периферии ответ готов можно добавить что что туда входит внутренней периферии обязательно оперативная память постоянная память и устройств и порты и воды вывода можете написать там еще шим и прочее цепо и все остальные вот блоки которые мы как раз с вами на лабораторных и изучали значит у нас были джипио на лабораторных потому что у нас было шим был шим было цепо было цепо был потом ну и в принципе и все на выбор хотя бы это в чем суть конвейерной обработки в риск контроллере видите эти вопросы они скачут по теме то есть между ними там такие дырки эти дырки заполняются других вариантов понимаете тупо кто помнит вот конвейерной обработка на риск контроле вы можете открыть спокойно значит всю эту лекцию и там вся это вот видите вот оно пошло алло механизм ядра вот собственно как происходит что такое контроллера в конечном итоге и система команды конвейерная обработка команда вот есть такая картинка так я могу даже увеличить потом не сможет напомнить почему вот есть у нас стадия 1 фэч стадия 2 декоды стадия 3 экзекуты дики и закют наверное стадия 4 райт бэк запись назад то мне может сказать и почти что здесь за квадратики нарисованы я вам рассказывал или вы все спали по утрам понимаю вас тоже какой-то степени ну у нас же там одинаковые команды были и поэтому их можно было но вне циска вот это р и с к поэтому их можно было но как один за другим конвейерно как бы обрабатывать да это 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 как бы не суть а это вот возможно создание конвейера потому что у нас в риске reduce simple instruction то есть сокращенный набор команд но мало то что он сокращенно ничего одинаковый да правильно и вот такие одинаковые кирпичи можно последовательно ими загружать наше процессорное ядро а вот здесь где она тут нарисовано вот это рисовано вот видите значит instruction фэч видите значит потом декодировали потом выполнение и вот так что происходит в циске с этим же блоком то есть в обычной системе команд циск то есть это комплексная система команд ведь и комплексная инструкция то есть это первые контроллеры фирму intel вот видите фирма intel на вот эти вот прямо фотографии эти слева это значит процессор intel справа контроллер intel и оба имеют одинаковое ядро с архитектурой там циск с фонемос архитектуры системы команд циск ну конвейер там не организован так вот что происходит вот эта система в циске там искать идея но она от начала до конца как бы проходит да и не не по отдельности да то есть он может вот это вот вся система из 4 5 стадий даже есть вот 5 стадий значит ее может пройти за один раз только одна инструкция то есть она входит и пока она проходит сквозь все эти стадии новые загрузить нельзя понимаете почему разной длины куда я загружать иногда хвост торчит иногда есть место понимаете как когда а вот в риск контроллерах то есть в гарвардской архитектуре с много шины архитектуре с внутренним конвейером там получается эти команды имеет одинаковую длину и сам этот блок из четырех стадий обработки каждой команды позволяет загружать все вот эти вот разделы вот ядра ядра контроллера то есть и эти разделы был содержат разные команды последовательно понимаете вот у нас раздел захвата инструкции проглатыванию затягивание инструкции за оперативной памяти внутрь алу внутрь ядра потом у нас происходит декодирование пока происходит декодирование освобождается место для захвата туда входит новая инструкция продекодировали инструкцию потом мы должны выполнить то есть мы здесь распознали что у нас инструкция 2 плюс 2 поля следующее выполнить надо сложить два числа понимаете пока мы переходим от распознавания в выполнение то есть мы переходим в следующую стадию эта стадия освобождается в нее ход перед предыдущей инструкции и у предыдущая стадия освобождается вне уходит 3 инструкция понимаете вот так вот получается что весь конвейер алу или скажем тогда весь конвейер ядра у нас заполнен постоянно инструкциями и не простаивает так хорошо следующее на какие две группы по областям применения можно разделить обычные контроллеры то поле вот я вам показываю значит нашу священную значит вот это вот значит где у нас контроллера вот и и там есть обычные контроллеры с буквами mk видите mk микроконтроллер какие две группы есть ну вот это обрабатывающие периферийные такие напишите обрабатывающие периферийные можете там еще приписать дополнительно что периферийные самые слабенькие малое количество ног предельная дешевизна низкая скорость вычислений и очень низкое потребление энергии все вот это они находятся на краю на периферии что-то там нюхают считывать передают и все можно даже что-то выполняет а вот обрабатывающие это уже много ног мощные вычислительные там возможности нет высоких требований к минимизации потребления питания они не находятся в режиме сна все время бодрствует а те могут часто находиться во сне понимаете хорошо идем дальше так как проблемы в работе мкс мк были решены в платформе rduin а это им еще не рассказывал а вот седьмой вопрос надо будет потом значит здесь надо что-то сейчас нарисовать так 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 вопрос 6 что-нибудь сохранить формате долг x ладно почему микрокомпьютер разбери можно и 7 микроконтроллером а вот это я вам рассказывал ребята значит когда я рассказывал про сок система на чипе кто мне скажет что это такое то есть вот эти вот контроллеры видите два нижних обрабатывающие и периферийные скажите они имели операционную систему на своем кристалле ну прямо они могут могут выполнять операционную систему типа линукса windows не за малых объемов памяти не могут на разбери по имеют и может сюда имеет линук то там есть операционная система все правильно вот ну а почему же мы тут разбери по относим микроконтроллера я вам рассказываю что она имеет на кристалле еще такое что можно отнести к микроконтроллеру то есть нужно вспомнить и да что такое микроконтроллер да это микропроцессор плюс внутренняя периферия значит на разбери по есть внутренняя периферия какая его скажите какая самая популярная периферия на контроллере на контроллер внутренние обязательно она есть память оперативную память flash да ну там у там память оперативная да она есть внутри кристалла или там ее припаивать прямо сверху на кристалл ну будем считать что она почти внутренние flash там 16 гиг не помещается на кристалл она вынесена в sd карточку но кроме этого что еще из машинка контролем и какие еще есть блоки обязательны что у нас микроконтроллер делать в основном если так сказать сути водах по сути подойти но вот лабораторных работах мы через что работали наш микроконтроллер арты через до совершенно значит в разбери ребята есть порты от портам подключаются обыкновенные ножки поэтому там то есть я вам это рассказывал почему мы относили но видно вы пропустили но если вот взять google и набрать я потом это с картинками конечно буду показывать разбери пай взять картинку допустим вот обратите внимание вот значит здесь понятно процессор это вайфай bluetooth в одном этом самом hdmi все красиво это выход и избери этих самых и эзернета обратите внимание ведь такая вот набор из контактов вот здесь вот видно вам ребята на видно да это есть порты значит если такие порты ребята у нас в компьютере в даже в обычном нету значит у нас нет таких портов компьютере которые мы могли бы подключить лампочку который мы могли бы подключить внешнюю кнопку который мы могли бы подключить там аналоговый сигнал ну хотя там понятно аналоговый сигнал уже там мы можем через звуковую карту там его измерить да правильно но допустим подключить там 5 реле компьютеру уже невозможно то есть нужно вставлять специализированную плату которая стоит от 200 долларов в там еще нужно не всякие материнки понимают вот старые там еще есть разъем PCI можно вставить а в новых материнских платах даже разъема PCI нет вот там как он называть PCI-express там маленький такой 1x вот и ну как там уже специальная плата так сам не сделаешь в старых материнских платах там был такой разъем назывался LPT то есть параллельный порт там было восемь ножек и они можно было в обе стороны чтобы не работали на вход на выход вот к этому порту цепляли гирлянды там лампочки ну играли с обычными а сейчас уже все нету а вот это разбери по имеет так порты такие и к ней можно это все подключать то есть можно подключить оборудование станок и им управлять сразу понимаете для компьютера нужна еще отдельная внешняя плата чтобы его превратить в контроллер поехали дальше что такое внутренние и внешняя периферия микроконтроллера ну вот внутренняя то что буквально на кристалле да да а внешняя ну то что отдельно вот как вы говорили что sd-карта у Raspberry Pi да да то есть отдельно внешняя периферия грубо говоря скажите она подключается проводами вот все значит все эти датчики подключаются провод через через кабеля через провода а внутри лежит на кристалле вот назовите два уровня архитектуры сетей интернет вещей значит вот берете здесь лекцию и вот они эти два уровня видите вот нижний уровень вот он до интернета называется сенсорная сеть которая там используют специальные радиоканалы особенность передачи данных специальные микроконтроллера там естественно периферийные которые на батарейке работают там и очень мало потребляет энергии значит радиоканала там они пока еще как бы их множество вот это не вай-фай это не bluetooth а там специфические протоколы которые редко звучат но мы с вами по ним пройдемся потом а потом это попадает значит это первый уровень сенсорная сеть второй уровень собственно сам интернет значит между ними находится шлюз или обычный роутер и необычный прода роутер которого одна антенна специально которая несовместима нет bluetooth не в свой файл на совместима с радиоканалом сенсорных сетей а вторая это уже там или антенна или прямо кабельный выход в там этот самый обычный интернет но в интернете там уже ясно там уже что у нас там сервера которые собирают данные так называют big data есть искусственный интеллект который анализирует big data для предикции ну и все и там есть доступ допустим людей вот в это облако для того чтобы просмотреть ну допустим ваш умный дом подключен к значит сенсорная сеть и все значит вашем доме все коробочки подключены там допустим примеру через ну я не знаю через допустим там 800 мегагерц радио протокол вот суп гиггерцов и так называемый значит и получается значит роутер специфический ловит эти сигналы потом он выдает эти сигналы в облако ну и вы потом можете зайти в облако посмотреть что там с вашим дом происходит или если можно использовать даже и вайфай вот если эти коробочки дом маленький там получается что у вас одна-две комнаты простреливается скического стенки из любого места можно и вайфай применить если дом побольше там допустим где там три-четыре комнаты два этажа то уже там где-то в углах на краю там она уже может не ловить понимаете вайфай там тогда там какая-то уже но если вот короче ну корову вот такие вот стандартные радио протоколы типа bluetooth и его файл применяется на небольших дальностях небольших помещениях тогда можно них организовать и так там специфическая сенсорная сеть будет ну вот например если кто знает вот эта вот система аякс охранная она не применяет bluetooth и вайфай для интернет вещей там специфический радиотракт 800 мегагерц которые очень хорошо светит там через полдома там пару этажей пробивает насквозь понимаете вот у меня даже были случаи когда случайно я там этот брелок подходил только подходил дому нажал на него ну там пробила весь дом там квартиру и вызвала там не потом приехали что вы там это я верну вот это такое то есть то есть вот это сенсорная сеть она специфическая вот она отличается от вайфая bluetooth так хорошо ну то я немножко увлекся но тоже неплохо так вот эти два уровня сенсорной сети и собственный интернет какой метод увеличение производительности применяется в контроллерах кроме конвейера и многошинности вот то есть конвейер и многошинности кто мне скажет какая эта архитектура микроконтроллеров значит берете опять сюда и здесь у вас есть две эти архитектуры вот они здесь нарисованы какая у нас одна шина и двухшины кто помнит как они называются принстонская гарвардская да совершенно верно а как бы скажите а куда дальше можно еще повышать производительность контроллеров каким главным методом она производится не просто то повышение тактовой частоты это любой дурак понимает что можно там разогнать погнать камешек и говорят да развеет процессор нет чем какими функциями это делается в целом помните я вам рассказывал прямой доступ памяти вот в чем суть то есть вот сравнение архитектур там всякие там эти конвейер укороченная система команд вот это все понятно а кроме этого скажем так вы скажите почему видеокарты манит быстрее чем центральный процессор intel почему манин делаться на видеокарта должны знать это уже не контролемые вопросы они сами по себе рассчитаны на то чтобы делать однотипные задачи процессоры рассчитаны были на то чтобы разнотипные делать как можно быстрее согласен могу сказать что тип на задачей допустим задачи по выводу изображений задачи по обработке биткоина не ну такие отличаются значительно в чем же архитектура отличается вот видеокарт допустим мощность видеокарты в 40 раз больше чем мощность самого и 9 почему чем отличается архитектура кто помнит из чем как видеокарта устроена внутри ну я имею ввиду процессорная часть обрабатывающий не помните куда ядра слышали про видеокарту знакомое слово ознакомое значит ребята значит видеокарты имеют не два ядра не 4 не 16 ядер тысячи микроядер которые называются куда ядра и вы же знаете даже в обычных процессорах кроме конвейерной обработки там ты рыбара все остального куда идет развитие увеличение количество ядер а что такое увеличение количество ядра можете сказать общем словом уменьшение техпроцессу это уже размера до это размеры согласен до уменьшение техпроцесса тоже влияет кстати на это дело количество ядер как они работают последовательными параллельные теятра скажите мне пожалуйста правильно параллельно значит есть еще общая такая тенденция которая называется распараллеливание задачи то есть значит как-то встает вопрос счастья по воспалению так какой метод увеличения производительности метод ребята трасс параллеливание то есть если мы не можем ускорить работу нашего контроллера если мы не можем увеличить количество транзисторов на кристалле то есть вот это вот уменьшение детализации то что мы тогда делаем мы тогда пытаемся сдачу раз параллелить если у вас примеры распараллеливание задачи микроконтроллеров я вам рассказывал что микроконтроллеров там есть такая блондинка в красном платье с которой особо не поговоришь но кое-что она делать умеет на какие-то темы поддержать может какую такую блок у нас микроконтроллере есть которые выполняют такие и и не один блок который может выполнять уникальные функции глуповатые но параллельно а а ну это центральный блок это самый главный вычислитель ну вот а мы можем добавить еще всякие маленькие вычислители вот которые выполняют рутинные задачи что такое pdp или dma можете сказать помните в архитектуре компьютеров схемотехники компьютерной схемотехники рассказывали вам такое прямой доступ памяти где вы директ мэмори access так по моему я вам это рассказывал то он должен был раз к хорошо вот скажите я вам еще рассказывал вот вы делали лабораторную работу значит у нас там был шим блок шим помните что такое что же родной а модуляции молодцы да скажите этот блок в arduino он как он мы просто его подаем команду и он дальше сам все дело или нужно все время к ним обращаться и каждый раз формировать этот импульс да вроде один раз то вот один значит он сам параллельно нашему центральному ядру может формировать эти импульсы понимаете параллельного ключевое слово то есть это аппаратный отдельный блок который выполняет какую-то рутинную задачу как делаются ребята в этом плане микроконтроллеры значит разработчики микроконтроллеров не программисты разработчики который кристалл создают они смотрят она существует очень такая частая операции которые очень часто делать программист она рутинную то есть она тупая по своим вот этим вот по своему алгоритму ну к примеру прямой доступ к памяти он реализуется как блок pdp или димы я вам рассказывал повторю еще раз он допустим берет с ацп значит измеренное значение и помещает в первую ячейку память то опять возвращается измеряется 5 ацп во вторую ячейку памяти так вот р-р-р-р вот такие вот делают тупые однообразные операции микрофон пожалуйста выключите вот значит разработчики микроконтроллер усекли что у часто делается вот такая вот операция не думаю так давайте мы эту операцию превратим в железо то есть мы ее превратим в аппаратный блок частности вот такая была операция шим модуляцию раз аппаратный блок ацп тоже аппаратный блок потом что у нас может быть джи пи о ну тоже аппаратный блок но там правда каждая команда там нет такого как бы экономии понимаете времени ну что можно еще из такого применить значит у нас еще консоль там было в лабораторной работе консоль работает по интерфейсу uart интерфейс uart это преобразователь интерфейса то есть у нас мы должны передавать байт и как-то в наш компьютер значит байт это 8 бит или 8 проводов а наш компьютер соединён меньше количеством проводов с контроллером значит нам нужно преобразовать эти все эти 8 бит чтобы не передавались по одному проводу как это можно сделать это нам нужно превратить из параллельного кода когда 8 бит одновременно мы передаем последовательные когда каждый битик из 8 придется друг за дружкой трамвайчиком понимаете вот можно делать это программно где анализировать каждый бит в байте сначала мы провели первый бит какой 0 или 1 единичка формируем на выходе ножки значит импульс который показывает что это один переходим ко второму битус ну там 0 формируем на выходе ножки со всеми временными параметрами длительность импульс 2 который показывает 0 и я скажу ребята я вы я вот такую программу писал до сэмбери преобразование вот каждый бит я преобразовывал чтобы он шел друг за другом поеду ну там где-то такая функция там не знаю не помню сколько строк там штук 10 или 20 строк вот ну и получается микроконтроллер своим ядром алу все это делал рукопашную и больше ничего делать он не мог понимаете а когда есть целый блок готовый допустим который называется у арт вы ему как шиму подали команду передай вот этот байт и продолжайте заниматься своим делом а он параллельно основному ядру вот это дело выполняют значит вы поэтому напишите в ответе здесь какой метод кроме конвера машинности пишите метод распараллеливания можете привести пример дима и запятая у арт шим это блоки внутри микроконтроллера кота которых или аппаратно реализована какая-то функция понимаете да ну какая функция генерации шим сигнала функция передачи последовательного кода и вот ну димой дима эта функция значит рутинной работы с памятью измерили записали измерили запили наоборот взяли с памяти какой-то значит какое-то число и выдали его на цап потом следующее число в соседней чеки берете опять на цап из 3 ячейки опять на цапе четвертая на цапе из 5 на цапе вот так вот по кольцу понимаем и на выходе его что получается на выходе цапа музыка играет вот вот таким вот образом так идемте следующий вариант это первый идемте второй смотри так что здесь укажите несколько примеров применение скс гражданской военной области ну вот значит можно по памяти можно залезть сюда там самом начале встраиваемых систем видите и пошло-поехало значит это перечисляете военной области но у нас же было по моему fpj если я не ошибаюсь там где можно самому настраивать так что не было ни задержек и никаких то простой но это вообще но в пидже это же не микроконтроллер это уже другое вот у нас тут вопрос по микроконтроллером сейчас секундочку несколько а скс хорошо да раз скс значит fpj входит в скр согласен да с вами можете написать и fpj тоже до военной области ну где военной области там вы же знаете да где применяются специализированные компьютерные системы ракета она имеет внутри себя микроконтроллер самой наводящийся как вы думаете да конечно эти дроны все которые летают естественно нижней сами как они могут летать они же должны думать правильно дроны же по gps у наводится как вы считаете ну да ну да все значит нужно иметь датчик gps который бы считывал сигнал со спутника где мы находимся карта должна быть в общем целое дело а если камера распознавания этого объекта там вообще нейросети уже нужно какие-то чтобы распознавать так ну хорошо вот это увидите что здесь у меня примеры а аудио-центр телевизорная приставка это какие применения гражданские как вы думаете ладно что вы совсем бедные так хорошо на какие два последующих типа разделила жесткая логика при своем развитии значит такой сложноватый вопрос берете сюда на эту портянку значит написано видите слева жесткая логика и потом вот где заканчивается жесткая логика вот видите где она на что она какие две ветки появились слева и справа видите у нас появился процессор кажется джей состоящий из блоков тех же базовых которыми мы можем управлять до записываю в них или же у нас появился процессор с условным одним мало который эмулирует все команды да да совершенно верно вот они разделись на две части значит жесткая логика так и продолжила свой путь релиз продал но просто она там интеграции резкого еще выросла это приз или в пидже и появилась веточка дополнительно где эмулируется в каждом медвремени только кусочек это вот перестраиваемая логика можно условно назвать это процессор так и напишите ответ какой у нас здесь на какие два последующие типа учительных систем разделились на fpg и процессоры вот весь ответ чем отличается гарвардской структура от фон неймановской значит идете сюда в это дело и смотрите где у нас тут это гарвардская фон неймановская значит это у нас фон неймановская или она же принстонская здесь написана рисована а это у нас гарвардская то мне скажет чем отличаются ну шины гарвард скажет вы до гарвардская две шины отдельная шина на команды отдельно шина на данные а здесь шина одна общая все так идем дальше чем обусловим переход на гарвардскую архитектуру и риск систему команд вот то есть я вам рассказывал что до там 90-х годов микроконтроллеры были они просто были скопированы своей архитектурой с микропроцессора intel которые имели там узкие места вот а потом уже там 90-х годах уже проанализировали всю эту архитектуру ядра микроконтроллера то есть его внутреннего процессора 1 и плюс еще архитектуру всего микроконтроллера в целом с внутренней периферии 2 вот и вот решили усложнить и изменить для чего зачем переходили с фон неймана на гарвард и на конвейер и на риск ну потому что лучше во первых две шины потом команды одинаковые и размер одинаковый и третье носом конвейер правильно аж для чего это было сделано вот это все поменяли что только выигрыш какой выигрыш это дал в чем ну как производительность туда таки напишите чем вы усложим переходность переход напишите об условлен стремлением к увеличению производительности но ребята что важно это произведена была достигнута не ценой повышения тактовой частоты вот и а и как следствие потребление тока уникального состоит то что потребление энергии осталось таким же образительность выросла то вот в 10 раз и больше понимаете это настолько стало успешно что даже сейчас контроллера которая имеет архитектура rm вот и вставляют даже там уже в эти ноутбуки и получается тянуть букетом 10 раз меньше потребляет энергии этот ноутбук может сутки работать имеет уже производительность какие ты ловый процессор ну такой слабенький типа от атом атом типа потому так так 6 наиболее плата на руды на так это не рассказывал дальше какими типы внутренней периферии подключена ножки а4 это же не рассказывал а вот назовите перечень блоков внутренней периферии микроконтроллера ну какие у какая у нас внутренней периферии микро которые что у нас там есть оперативная память внутренней нужно правильно кроме оперативной памяти какая еще память на ардуинке вроде нету карты памяти может вложить это внутри есть вот флешка правильно вот в эту флешку внутри мы пишем нашу программу когда вот мы в ардуин опишите ваши программы для лабораторной работе а потом ее на эмуляторе бинарный файл вы туда записываете вот вы записываете в внутреннюю флешку да она маленькая 32 килобайта на на кристалл помещать значит ребята на кристалл легко такой маленький кристалл поместили где-то до одного мегабайта постоянной памяти если там 2 мегабайта и больше уже это память уже да не влезают как правило ее помещают на внешне какой-то носитель например микроконтроллер есть по вас 266 м4 мегабайта постоянно памяти он уже виде выполнен виде отдельные микросхемы понимаете поэтому контроллеры они имеют постоянную память ну пару мегабайт встроена если больше уже там обычно уже ставят внешне так хорошо кроме памяти двух видов памяти которые прямо на кристалле какие у нас еще блоки реализованы прямо на кристалле вот мы сегодня об этом уже даже говорили то есть я здесь некий повтор ну с ногами нужно работать да как что с ногами работает лабораторные вы делали выжжен чем в чем чему посвящены лабораторные ребята внутренней периферии какой внутренней периферии вот эти все команды digital райт аналог райт digital райт аналог райт чем они работают то делаешь лабораторная работа мы же с вами все я же вам рассказывал спинами работаю да называется это джипио то есть порты ввода вывода правильно вот у нас что это у нас и блоки внутренней периферии да так что еще давайте хорошо может быть рисунки вам давайте буду рисовать я уже тут стараюсь как могу чтобы за вы запомнили значит смотрите вот у нас допустим вот я рисую это наш микроконтроллер внутри микроконтролера какой из главный блок учтительный как его можно назвать который вычисляет алу ну да алу да ну там на самом деле даже ребята ну алу вместе с регистрами там декодировка команд это внутренний процессор сразу так его это степи внутренней степи так что у нас там еще есть значит какие блоки значит порты у нас до порты у нас там есть это у нас же пиво джипи кроме джипи его что у нас есть вот у нас шим модуляция как вы думаете к отдельный блок то есть должен быть отдельная подключена к определенным ножкам также есть да я живу на бар турных работах это показывал так называются правые сейчас подождите что такое было так 3 курс по-моему я из этого показывал эту картинку отсюда так так это не не это значит все таки здесь такую картинку я вам показывал на лабораторных работ нечто подобное было да ну вот видите пвм видите отдельный блок а какой у нас лабораторных работах кроме шима какой у нас еще из блок помните в лабораторных работах там у нас переменный резистор был у вас ребята такая лаба где мы переменным резистором туда сюда его крыть перемещали верн вот было да с каким блоком каким блоком мы его измеряли какой сигнал давал этот наш переменный резистор цифровой ли забирали аналоговый сигнал да мы брали аналоговый сигнал и каким блока мы его преобразовывали в цифровый сигнал на цепи совершенно верно счет давайте есть еще блок шим у нас есть еще блока цп давайте я здесь уже нарисую так а цепи но если есть блок а цепи то есть обратный блок обратный блок зайти как называется которым сам рисуем вот еще видите блок царап ну вардуид у нас нет сапогу других контрольных есть так хорошо ну вот значит команды для работы с же пиво помните лабораторных работах как мы эти команды называли как мы с ножками работали с помощью каких команд от если мы писали в ножку как это у нас команда называлась ридра и ридра диджитал деньги то там рай так а в обратную сторону диджитал рыда с ножек сюда в наш процессор вот так вот это у нас чтению деньги так хорошо опавшим как бывшим сшивом мы работали с помощью какой команды аналог фигурает совершенно нет аналог рид или райт совершенно верно так это да здесь напишу аналог рид райт так а мы работали с ацп как 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 и какой команды аналог рид совершенно верно аналог рид вот и ацп это в обратную сторону у нас вот сюда вот так так есть да вот видите вот они эти блоки то есть у нас из цепи у эти блоки работают независимо от него до независимо параллельно бывшим подали команду ушли сашим он продолжает работать мы ацп все время измеряет само все время измеряют наши на на входе вы только из него можем считать и все но он работает независимо цифра аналога преобразователь вы него подали цифру ушли и он ее когда выдает наружу в виде так какого-то уровня то есть эти все блоки независимые ой так это что куда вот так приведите пример внутреннего блока микроконтроля реализующий раз параллельного невыполняемых задач ну вот скажите эти блоки что я сейчас перечислил они распараллеливают выполнение задачи ну например шим распараллеливают но то конечно вот это напишите да блок распараллеливающий шим вот ацп до катон распараллеливают и какой еще блок у нас есть я вам рассказывал который там позволяет значит выполнять типичные команды работы с памятью давайте я еще здесь нарисую вот значит это я все подвину сюда наверх здесь внизу я вот так вот если у нас еще такой хитрый блок так который называется димой так я про него уже несколько раз говорил что вы помните про дима и ничего не помните как переводится делай ну что директ мари акса директ мари акса если я здесь нарисую ребята нашу память память оперативную так известно нарисую такую рам то вот у нас еще этот блок димой я здесь нарисую так делай вот вот смотрите все у нас работы как производится через центральный процессор мы считываем ацп мы записываем потом в оперативную память как как мы записываем оперативную память когда мы работаем с ацп кто мне скажет тут интересный вопрос на сообразительность давайте вот я вам так вот нашу ардуинку запущу ну что-то тормозишь так сильно примеры басик вот это мы закроем это мы вот скажите мне есть такая строка как 23 скажите мне где здесь происходит чтение из блока ацп и где здесь есть работа с оперативной памятью то мне скажет на работу с оперативной памятью в том что мы объявляем переменную и сохраняем туда результат чтение с ацп да а где мы работаем с ацп какой команды аналог ритт дуа вот смотрите что у нас ребята происходит значит мы с ацп аналогры читаю в цепи у а потом мы из цепи у этой же командой через равно до музыкой мы записываем вот мы записываем в рам в рам мы записываем вот эту нашу переменную ну а это же частая операция правильно мы даже ребята ее здесь что мы ее по бесконечному циклу все время делаем она рутинная рутинная можно что можно поставить димы димы будет делать то же самое смотрите он из ацп считал внутрь себя и сюда вот в память аккуратненько раз и записал и может вот так вот в эту раму может записывать не в одну ячейку вот так вот по очереди там допустим первые там 200 человек он может записывать дошел до 200 ячейка 5 вначале вот и он это делает без нашего процессора но чтобы это дело мы должны ему подать набор специальных команд вот процессор также как с шим понимаете вот так вот сюда вот так вот я его тут на нарисую вот ну и туда на него подадим набор специальных команд где мы ему укажем откуда считывать из ацп понятно следующая команда куда записываю в память а в какую ячейку в первую ясно-ясно и он будет считывать и засыпали писать в память считывать и писать память только в одно можно другую команду ты записывание в одну и ту же ячейка в первый там тысячу ячеек каждое значение в последующую закончил на последние тысячные человек возвращаешься на первых понял понял все наша красная блондинка это все это будет делать понимаете да вот ну значит это аллегория с блондинкой чтобы никто не обижался там это просто аллегория что вот очень простые вычисления то есть это как собака вы знаете можно отдать команду пойди принеси мячик она придет пойдет принесет мячик значит вот я к чему все это ребята рассказываю так не это перейдите пример внутреннего блока микроконтроля реализующий расправление выполняемых задач скажите вот этот димы производят расправление задачи до производит потому что он параллельно основному процессор основному цепью может выполнять задачи которые ну допустим скажем он берет на себя часть задач которые можно было делать на себе и параллельно с этим работает момент этот понятен ребята значит ответ на этот вопрос это у нас шин это у нас ацп и димой ясно да так и 10 вопрос так вообще теоретически перечислить и компоненты 4 промышленной революции вот я вам там сам это первую лекцию там рассказывал общий общий вид там все все это откуда пошли наши процессоры как мы дошли до жизнь такой вот и здесь там есть все эти там другие сценарии будущего всякие там вот такие вот и там эти революции революции я по моему устного рассказывал да да получается что где сценарий будущего вид с кс она подождите что так такое было так нет именно индустрия 40 получается слайда нет но было на словах хорошо я вам то броска общее понимание кто мне скажет что такое промышленная революция на чем они были основаны кто помнит на смене инструментария была так или иначе автоматизация в том или ином плане 4 мне кажется слепые заводы или как там было до темные фабрики так называемые да вот и хорошо вот то есть у нас значит компонент да напишите компонент значит ну что можно сказать полностью автоматизированный завод это первый компонент но этого недостаточно а к чему этот завод должен быть подключен сеть интернет или внутренняя к это сеть во всяком случае электричество но это так уже электричество не надо а вот насчет вот общей сети да правильно то все должен подключаться к облаку то есть бигдата должна быть не подключена вот а что с бигдата работает ребята аналитика искусственный интеллект корректирующую работу скажите а вот на заводе чтобы он сам себя чувствовал каком состоянии находится его станки какого как как какой должен быть еще компонент такой вот маленький как раз который мы изучаем тоже система йоту дальше вот напишите значит это а и значит компоненты значит автоматизированная фабрика аете значит наш этот бигдата и искусственный интеллект достаточно вот и вот когда ребята все это сделано для чего как бы какая конечная цель сделать завод который сам будет знать что нам изготавливать то есть ему ничего не нужно делать мы для него не пишем ни программы ничего он анализируя состояние в интернете текущего состояния бизнеса запросы и тренды понимает что нужно в следующем году выпускать мобильные телефоны вот с такими-то функциями и он перестраивает сам пишет программы перестраивает работу станков и оборудования внутри себя таким образом что есть спрос только будет следующий году а когда этот новый год придет у него уже будут готовые телефоны понимаете не наоборот чтобы мы догоняем спрос а мы как бы уже ну скажем так мы уже подходим к этому спросу в полностью готовой продукции вот и тогда ну как даже вот когда ребята были предприятия значит 1 автоматизированное предприятие просто то из-за перемены значит ну получается каких-то трендов то есть направлении приходилось в этом заводе человек почему люди должны были прийти и поменять программы перестроить его грубо говоря с выпуска туфель на выпуске на выпуск шляп понимаете то есть вот гибкий гибкий автоматизированный производства завод наш нужно было перестраивать ведь это делали люди а 4 промышленной улице говорит ребята мы и это автоматизируем тоже что завод будет перестраивается сам и конечно поначалу и но люди могут давать ему только задание общего уровня так нужно вот выпустить телефон с такими-то параметрами но человек должен их ввести эти параметры и даже это мы автоматизируем что значит параметры значит завод благодаря вот искусственному интеллекту и бигдату он сам их подбирает понимаете вот 4 промышленной революции это можно написать так это концепция умного завода ну вот который сам настраивать производство и выделяет тренды благодаря бигдата искусственному интеллекту ну аппарат на его нужно резать как это конечно у нас сам завод автоматический полностью робототехнический завод в виде гибкой автоматизе виде гибкого автоматизированное производство и для того чтобы это все функционировало должна быть сеть интернет вещей чтобы завод саконтролировал сам себя что если поломаться куда стану к сожалению пока нет антропоморфных роботов которые могут починить это оборудование люди чинят да пока так потом наверное роботы будут чинить этот завод но он не может вычислять тренды не может понимать наперёд что нужно произвести без этого самого господи как его без облака и без искусственного интеллекта значит интернет вещи бигдата искусственный интеллект и гибко автоматизированное производство это компоненты 4 промышленной революции так переходим ребята на 3 какие дисциплины входит предмет с к с кто помнит тут вот есть вот тоже все это ребята есть в этой виды с к с так 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 вот еще какие предметы нужно знать для того чтобы заниматься специализированной компьютерной системы программирование нужно знать желательно желательно ну вообще мы не напишем никакой кота что еще нужно схемотехника где-то робототехника да и вот на что еще знание по архитектуре микроконтроллеров ребята то что вот я вам это рисовал вот это вот это что у нас это архитектура микроконтроллера вот он такой внутри а есть еще и архитектура самого ядра там помните алу вот эти все там алу вода от конвейера чего состоит а то что это внутри внутри ядра находится то есть первый раз электроника программирования и архитектура микроконтроллеров так и вот эту штуку он тоже сброшу там в это самое туда материалы курса так идем с вами дальше назвите достоинства недостатки вентильных матриц укажите два варианта их названия значит заходите сюда лисы что-то связано с f бедерей вот видите плюс fpg совершенно верно есть это да дальше что у нас там дальше что у нас там написано два варианта а достоинства недостатки в общем какие достоинства помните почему недостоинства мы сами регулируем частотность то бишь можно достигать очень большой продуктивности как минимум по времени среди недостатков ради этой большой продуктивности по времени надо потратить очень много своего времени и делать что-то скажем не знаю допустим прикладное какие-нибудь игры это уже плохо это не имеет смысла по деньгам хорошо согласен с вами но значит смотрите можно так сказать такими более общими фразами которые там все накрывать грубо говоря начать достоинства это высочайшая скорость потому что там почти не бывает актовой частоты там сразу данные на вход и вы сразу снимаете с выхода понимаете почему она не эмулирует этот процесс она сразу его делают то есть высочайшая скорость раз и высочайшая надежность 2 из-за того что там логика неперестраиваемая она вот железная забита но скажем так они повиснут не могут то есть скорость и надежность недостатки узкая специализация то есть вот мы вложили туда аппарат на некий блок вот она только этот блоки может быть реализовано смотрите примеры в пага по своей сути вот шин блок внутри нашего микроконтроллера ребята это это по сути это ну программа которая выполняет жестко какой-то набор функцию а именно она понимает только одну команду а именно аналог райд и может ее выполнить все но зато очень быстро понимаете скажите вам материнской плате где у нас и фпппп жажки стоят что обычного компьютера есть там в педже и и где стоят северный южный мост это что видимо и да почему можно северный южный мост сделать на фппп потому что одна функция понимаете передача данных с ядра на северный мост что делать кто из вас помнит связи по моему периферии разным то какой периферии почему есть еще южный моста южный мост на какую периферию не помните до северный мост на мощную периферию значит какая мощная периферия очень быстро компьютере 200 разивная память процессор и да да это один канал между оперативной памяти процессор что у нас еще очень такое мощнее быстрая игромана ничем занимаются так что они учили на ssd допустим что нибудь но создает так все-таки есть еще быстрее игроманы чем они там видеокарту а значит северный мост это мост между оперативная память с 1 правая рука левая рука это значит что у нас это у нас видео память а сам северный мост считайте что-то грудная клетка голова это что-то цепью да а южный мост это ниже это таз наш таз до чтоб стаза подключены какие там более медленные устройства всякие там юсби жесткие диски там флешки там звуковая там карта вот это вот туда идет понимаете вот то есть функции четко определенные там и в северном и южном масти значит что можно примите в пиджей вот они там применяются так следующий чем отличается сыск и риск системы команд тоже здесь есть это дело я здесь у нас к минимум количеству команд сложностью сколько в них текста условно да скажите но набором значит длиной длиной команда не отличаются и количеством значит риск reduce мало того что команды коротких еще мало там 30 50 штук но с этого начиналось а сыской было много там 130 штуки длина их разное все напишите отличаются количеством значит там длиной длиной инструкции вот риск короткая длина инструкции с большая длина инструкции и набор команд у циска больше несколько раз чем риска так то есть объемом объемом команд отличаются длиной объемом команд отличаются на какие два разнокачественные группы разделились микроконтроллеры своем развитии значит идем сюда в нашу наш эту главную на портянку по всех дерево дерево нашей системы значит справа видите это микроконтроллеры но среди них из обрабатывающие периферийные можно ли сказать что они разнокачественные нет нельзя они отличаются количеством то есть там просто в обрабатывающие больше ног больше памяти больше сетельная мощность но качественно они не отличаются можно сказать что периферийные то маленькие обрабатывающие контроллеры а где появляется качество то есть уже различие вот видите надо обрабатывающим что-то что там нарисовано какой-то диспе соки до 10 его то что диспе значит уже качественная то есть новую какой-то новые блоки которых цифровые сигнальные процессоры да 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 и что там чем они работают чисто цифрованные сигнала поведения да да совершенно верно то есть в принципе ребята они откуда взялись они автоматически грубо говоря вылупились когда мы начали обрабатывать медиа сигнала то есть видео и звук там вот нужна большая математическая специфика где обязательно должны быть блоки умножения с плавающей запятой за один так деление за один так еще у нас какое есть преобразование помните какой у нас есть математическое преобразование которое сигнала обрабатывают очень часто хурия помните такое преобразование не слышали такое фрии что-то знакомы что-то знакомы понял в общем короче напишите значит dsp они разделились на обычные контроллеры ввода вывода и контроллер с обработкой сигналов dsp вот ну а сок что такое сок что там там в чем качество изменилось наличием и уже операционной системы но внутренней структуры ребята кстати вот внутренняя структура сок это если обрабатывающие микроконтуры еще больше разогнать то есть обрабатывающие ребята где-то 400 мегагерц все это это предел и там 100 ножек вот а если мы увеличим количество ножек там не знаю там до 500 вот примеру там для того чтобы подключить внешнюю память допустим постоянную вот или там оперативную напаять сверху если мы увеличим такт его частоту значит с 400 там до 1 гигагерца вот и объем оперативной памяти подключаем за счет большего количества ножек мы увеличим до 1 гигабайта то уже это уже такое будет быстро обрабатывающий микроконтроллер что на него можно фоновом режиме запускать еще какое-то приложение которое является обычно наша операционная система linux понимаете то есть вот качественно вот этот размере она это от контроллера особо не отличается это просто увеличенные количественные тот же контроль а вот dsp отличаются там есть этот блок математический который вот делать специфические вещи так нормально успеем все так вот напишите наш микро которые разделились на обычные микроконтроллеры воды вывода в скобочках напишите обрабатывающие и периферийные и dsp digital сигнал процессе можете написать что двигать осветных процессе они имеют внутри себя дополнительные математические операции это умножение деления быстрое преобразование фрии какие основные требования придут предъявляться к обрабатывающим контроллерам так смотрим опять на нашу портянку вот скажите в обрабатывающий чем они отличаются вот периферийных это я сегодня это уже рассказывал даже если вы помните но у них больше наук дали больше но больше быстродействия больше мощности и почему но я вам говорил обрабатывающего с конвейер стоит и весь конвейер подключен к контроллеру а там куча датчиков в цеху там датчик положения там этого конвейера датчик скорости перемещения конвейера датчик расположения бутылок на этом конвейере каких-то коробок на этом конвейере и конвер не один их штук пять понимаете на каждом конвейере там по 10 датчиков 5 на 50 датчиков должно быть нужно подключить контроллеру вот будет ли спать этот контроллер или потреблять мало энергии да нам плевать на этот время подключен к сети понимаете то есть обрабатывающий контроллер много ног много оперативной памяти должны быть достаточно быстрыми для того чтобы успевать на все реагировать правильно то есть много ног много памяти высокое быстродействие отсутствие жестких требований к потреблению энергии то есть они могут потреблять много и а нам там экономить и не надо так ясно так так какие периферийные блоки представлены внутри кристалл ордуна надо ну хотя вот я напрямую вам не говорил но мы на лабораторных работах ребята с каким контроллером работы то помнит как раз таки с ним как раз таки с ним я нарисовал какие блоки здесь нарисованы вот они джип и вашим обрам а cp ну дака у нас нету димы есть но мы его не используем вот эти блоки напишите еще у нас есть кроме ram ram даже еще есть что еще какая у нас еще ли памяти и смотри flash flash вот так и напишем весь мы еще запишем flash а что мы пишем в нашу flash если в раме нему саму программу да значит флэш сама программа прошивка авраам наши переменные потом помещаются все так хорошо сейчас давайте это запомню так политеху 3 курс хотя вот тут же у меня уже есть от микроконтроллер господи ладно архитектура она там ошибся бог с ними так ну давайте посмотрим что здесь написал микроконтроллер а кстати ребята я же вам вот в группу давал такую картинку видели ну что такое да ну вот я бы подсказывал это всё по как раз по модулям вот видите память программ пазывает процессоры там ацп генератора чистоты но здесь так не очень нарисована ведь и шима здесь нет cpa здесь нет димы здесь нет вот оперативной памяти здесь нет в общем вот видите память программ и пазу это одно и тоже в общем так не очень грамотно ну покрайней но образ очень такой вот понятный то есть несколько микросхем в кристалл то есть здесь вот в этом плане здорово нарисован так а что это такое микропроцессор это так в общем было такое так 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 архитектура вот и такое было это я вам рассказывал так хорошо идем дальше так на основе какой абстрактной логике созданы все виды компьютерных систем но это уже даже знаю ну что булева булли или нет совершенно верно так назовите несколько примеров плат внешней периферии ардуино что такое внешней периферии сегодня этот опрос поднимался есть внутренние на кристалле а внешне это что она где находится лампочки разные звуковые сигналы какие-нибудь напишите лампочка это внешней периферии до к проводами подключается до кнопка внешней периферии до что у нас там еще на лабораторных работах что у нас как что мы еще подключали ну резистор переменными подключали наш было было внешней периферии это назовите особенности в стиле программирования микроконтроллеров значит берем эти все тут дела ой я уже устал так рис система команд особенности программирования scs видите и вот они два все написано значит ребята коротко прочитаете чего там какая там есть то то есть в программировании то есть вот вы программируете там frontend bk да вы к этому готовитесь там есть свои особенности микро которого есть свои особенности прочитайте напишите вот значит я не буду перешлить чтобы мы успели напишите команда для arduino при работе с же пиво ну какие дешевые драйвить если надо аналог и травить это уже не джи пилу аналог ритро это что другие будут джи пиво то шикарно и последний сейчас четвертый мужчин успеем на основе какой элементной базы созданы первые логические устройства то есть элементной базы значит смотри здесь сломаты реле что да вот смотрите алгебра були и над ней что написано реле на логические схемы на какие два раздела разделились процессоры при своем развитии именно то есть смотрите сначала жестко логика пошла сюда перестраиваем логика пошла на процессоры и у нас значит процесса у нас была архитектура 8 6 и арм кажется смотрите тут вот иди смыть и какая эти значит жестко логика пошла дальше плюс fpg процессоры пошли дальше на как обычные процессоры и эти процессоры если на кристалл добавить периферии то что у нас получилось чаще сейчас это развилка на что на жесткую логику и наши перестраиваем логику а перестраиваем логик потом разделилась на что на продолжение процессоров и что у нас еще и контроллер да и контроллера значит ответ будет такой на какие-то процессоры разделились на процессоры и микроконтроллера то есть идти эти перестраиваем логика но не вот пошли вран чем-то контроллер отличается от процессоров всунули прямо в кристалл добавили внутреннюю периферию то есть весь компьютер внутри сделали весь компьютер внутри нашего насчет нашего нашего кристалла какие две выгоды дало применение риск системы команд то есть риск система команд не путаться с принстовской архитектуры и гарвардской архитектуры там шины а система команд вот скажите мне малое количество команд и константное значение плане по длине совершенно верно то есть эти два параметра а что дали эти два параметра вот константа по длине что он отдало конечно зачем это нужно было сделать одинаковая длительность для чего стандартизировать время на обработку процессором команды ну хорошо стандартизировали почему-то стандартизация привела к увеличению скорости как вы думаете процессор начал тратить стабильное время на то чтобы одну команду идентифицировать и значит у нас там параллелизм можно запустить согласен да вот как раз апролизм вот ведь я прямо шевых слайд вам перед вами показываю что дало вот это вот одинаковость возможность конвейера вот а что дало то что эти как этих команд стало меньше вот и раз их стало меньше там в 3 в 4 раза то это дало выигрыш почему потому что раз их меньше вот у нас это декодирование системы команд стало выполняться быстрее значит если мы заглянем ребята внутри нашего процесса процессора ядра то здесь ведь есть такой дешифратор команд чем больше набор команд для нашего процессора тем этот беда дешифратор должен их всех перебрать к и там как этот самый кейс и этот самый свеч и кейс помните все есть такой вот вариант значит нужно вот у нас 130 допустим команд в циске значит 130 свеч кейсов нужно сделать представляете по ним нужно пройтись а если это наша команда в самом конце значит 130 тактов пока мы эту команду распознают поняли а риск reduce сокращенная система команд всего 30 штук вот то там этот свечка из длина 30 то есть в четыре раза короче или четыре раза быстрее и меньше времени уходит на дешифрацию а где у нас это дешифрация смотрите вот она кто мне скажет где у нас стадия дешифрации здесь находится давайте я увеличу чтобы вы глубоко понимали как это форекс как это функционирует где у нас здесь дешифрация посмотрите там где деколт дороже шины да 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 кода вот здесь вот место если циск 130 декодов если риск 30 быстрее происходит вот а где у нас конвер находится как вы думаете в каком разделе а ну конвейер это все это все вместе да но неправильный вопрос так ну ладно давайте чтобы мы успели довести так 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 да значит риск 2 выгоды 1 это конвейер 2 сокращенное время на дешифрацию команд все это дало конечном итоге какому выигрышу производительности чем отличается dsp контроль от обычного контроллера ну подобный был вопрос предыдущим билете вы знаете да уже дсп наличием мощного аппаратного блока который умножает делить за один такт и имеет этот самый преобразование free назовите перечень проблем с первыми микроконтроллерами вот ну я это говорил устно значит первого микроконтроллера с ними вообще были ребята большие проблемы повторяюсь значит ими могли заниматься люди которые там имеет три высших образования то есть они были программистами электронщика не знание архитектуры они очень были очень высокие зарплаты эти микроконтроллера программируют очень медленно и было все это очень дорого понимаете поэтому первыми как теперь значит проблема высокоплачиваемый персонал низкая скорость выполнения заказов наличие дорогого программатора необходимость была самому рисовать плату и самому рисовать схему вот вот это вот эти главные перечень проблем с первым к она ардуино чем мы пришли программатор нам нужен нет не нужен нужна ли нам выплаты разводить и рисовать нет не надо нас готовая платка выполнил уже там копейки стоит вот нужно ли нам знать архитектуру у нашего контроллера который я вам здесь рисую видите вот она то внутри архитектура не надо просто вот набор команд мы их лепим и все у нас работает понимаете то есть программирование высокоуровневым программированием и за счет этого и значит у нас и сложность работы с микроконтроллером по всей виду уровня школьников и домохозяйки они могут вот это вот делать понимаете было решено назовите несколько типов внешних периферийных плат подключаемых к ардуино ну значит у нас платов так таких как бы мы не использовали лабораторных работ плат мы просто не успели но я вам скажу в последних лабораторных работах некоторые групп их уже проводили кто мне скажет друг из этих групп есть ребята что мы подключали в последних лабораторных работах какие датчики особенные и не только датчики нет сейчас значит ребята последние лабораторную работы мы делали что вы подключали датчик температуры влажности это целая такая вот платка маленькая мы подключали еще сервомотор это тоже можно сказать целая платка вот несколько типов внешних переверий на подключаемых ардуинов кардуину значит напишите датчики там температуры влажности звука освещенности достаточно значит реле то есть это у нас все датчики а есть еще что актуатор актуатора что такое то мы можем подать на ней сигнал они там что-то включат ну реле может включить может включить лампочка может загореться может загореться что-то у нас еще моторчик может начать вращаться да может серого мотор может повернуться до мужик все вот это достаточно дальше какую функцию выполняют модуль димой на кристалле микроконтроллера но вот здесь у нас есть тут димы там не скажет я это говорил сегодня он снова директ нам реакция да то есть он имеет прямой доступ памяти в обход значит у нас видите цепью имеет доступ памяти и он имеет доступ памяти без степи сам то есть он по сути ребята это маленький сепью который очень глупые понимает только несколько наборов команд но по сути это центральный процессор то есть у него можно загрузить маленькую программу а именно и он может дать команду считать ccp его может дать команду записывать в сап его может дать команду записывать pvm то есть он понимает некий набор команд потом он понимает команду записать в оперативную память в какую конкретную ячейку. То есть видите, ну там 10 команд он понимает. Раз он понимает какие-то команды, значит это некий CPO. Он работает отдельно. Значит, напишите да, DM, напишите да, он выполняет функцию прямой доступа к памяти. Можете расписать подробно, что он не только прямой доступа к памяти, но он может читать из АЦП, значит он может записывать в память, записывать в САП. Он не только имеет прямой доступ к памяти на запись, но имеет еще на чтение. Он может читать из памяти наши данные и записывать в САП. И таким образом формировать музыкальный звук, выход на наушники. Так. Восьмой вопрос я мне рассказывал, что такое сок. Хорошо, ребята, что такое сок, кто мне скажет. Система кристалл, разбери па и подобное. Да, да. Что эти кристалл, значит системы, чем они отличаются, что здесь есть такое необычное по сравнению с обычными микроконтроллерами. Операционная система. Так, правильно, отлично, молодцы. Так, так, это хорошо. Так, 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 последний четвертый вариант. Так, напишите команда для Ардуино с АЦП и ШИМ. Кто мне скажет, какие это команды. Аналог, и драйк. Все, ребята, да. Ну вот, значит, мы закончили все это дело. Значит, по этому, по этому делу, значит, мы с вами еще, получается, мы с вами встретимся еще, ребята. Значит, тут остались некоторые вопросы, там буквально парочку. И мы с вами в следующем, в следующий раз, 10 ноября. И я как раз там будет лекция, мы пройдемся там дальше. И как раз там буквально, ну, увидели там 3-4 вопроса, не освещены. Вы их там найдете. Поэтому все, мы нормально успеваем с вами. Вот, все вопросы по билетам, по этим модулям я вам рассказал. Как бы вдруг есть еще вопросы по ним. Все более-менее понятно от вам. Значит, запись остается. В записи можно все это прослушать. Значит, остается сам, вот у вас там материалы курса есть, это портянка, значит, всего этого, значит, нашего курса, ну, в смысле наших лекций. Здесь можно всегда найти подсказку. Я прекрасно, ребята, понимаю, что вам тяжело все это изучать, всю эту аппаратную часть, она вам как бы в дальнейшей работе вряд ли будет нужна, вот. Поэтому вот иду вам навстречу, чтобы облегчить вам, значит, это все дело, ну, скажем так, не требует вас страшного там знания глубокого, чтобы ночью поднять, и вы там это самое. Я не вижу в этом смысла. Но все-таки какие-то обзорные знания, общее представление, я думаю, что у вас должны остаться, поэтому вот вам даю в таком виде. Так, ну все, в принципе, мы успели, ребята, все нормально. Вот. Я тогда вас не держу, если вопросов больше нет, то тогда я вас отпускаю. Спасибо вам большое. Спасибо, до свидания. До свидания.